На прошлой неделе мы рассказывали о кустанайских подрядчиков, которые занимаются уборкой и очисткой улиц города. По их мнению, город мог быть чище, если бы городской Акимат построил работу с ними иначе. Тем более техники и рабочие силы, со слов подрядчиков, у них имеется в достаточном количестве. Но у властей на этот счет другое мнение, которое они высказали накануне на специальном совещании. Заместитель Акима Кустаная Алексей Костюков отметил, что предприятие не своевременно выполняет задания отдела ЖКХ. К тому же поступающие заявки в центр Айкомек по очистке улиц от жителей города выполняют с просрочкой. За 2021 год всего поступило 5200 заявок, большая часть по которым подрядными организациями выполняется с просрочкой в один-два дня и более. В частности, на работу ТО «АБЗ-Плюс» поступило 1082 жалобы, а несвоевременно устранено 649, то есть это больше половины. Капитал групп «Союз» также поступило 1139 жалоб, просрочено 689. ТО «Конгломерат» поступило 724 обращения, просрочено 453. Ну а самое большое количество жалоб поступило на предприятие, которое чистит центр города. Это 1322 заявки. Из них более 900 выполнили с просрочкой. По мнению Алексея Костюкова, именно по данным, полученным от Айкомек, можно говорить о том, что подрядчики не справляются с нагрузкой. По центральной части города, обслуживающей подрядной организацией ТАЗЖО, жители областного центра могут самостоятельно видеть слабую работу. Когда даже после небольшого снега предприятие очень долгое время не может провести в порядок как проезжую часть, так и тротуар, что наносит большие неудобства автомобилистам и пешеходам. Не единожды налагали штрафы на подрядные организации инспекторами административной полиции. Сегодня шесть частей города обслуживают пять подрядных организаций. Исполняющий обязанности руководитель отдела ЖКХ отмечает, в том, что город остается нечищенным, проблема нехватки техники у подрядчиков. При этом в конкурсной документации чётко прописан необходимый объём техники и людей, занятых на очистке города. Но на деле либо подрядчики используют не всю заявленную технику, либо её недостаточно. А точнее, если взять подрядные организации, не имея достаточного количества техники, чтобы город за такое короткое время вычистить. В основном это тяжёлая техника, это грейдера. Да, в основном это грейдера. В конце января был объявлен конкурс по текущему содержанию дорог на 2022 год. Теперь город поделили вместо шести секторов на восемь. Это, по мнению сотрудников городского Акимата, поможет улучшить ситуацию с очисткой дорог, поскольку число подрядных организаций увеличится.